всем привет друзья в сегодняшнем в нашем выпуске речь пойдет о такой теме как коррекция фигуры и поддержание постоянного веса очень многих людей интересует не то что интересует а занимает практически все их свободное время вопрос как бы похудеть и они ищут как ненормальные по интернету различные диеты кидаются из одной кефирно-яблочной диеты в картошечно-сальную или из веганской диеты кидаются просто на воду и рыбу и таким образом они просто-напросто уничтожают свой организм изводя его все внутренние ресурсы на нет для начала я хотел бы сказать вот что когда я в последний раз в девяносто шестом году закончил заниматься железом в качалке мой вес на тот момент был 96 килограмм когда я пришел в качалку это было после тэквондо это было после годзюрю я пришел в качалку заниматься мой вес был всего-навсего 74 при росте метр восемьдесят два но я считал что я худой тощенький как сейчас говорят дрыщ там еще как-то и я решил начать заниматься сначала занимался дома потом пошел качалку и через полтора года занятий именно в железном зале мой вес был 96 килограмм и этот вес держался 96 95 было потом после качалки где-то года через два когда я начал опять усиленно заниматься карате восстанавливаться именно в источных единоборствах мой вес снизился до 92 93 килограмм и этот вес стабильно держался до прошлого года в прошлом году чё-то мне взбрендило в голову поднабрать мышечной массы по своим собственным программам по своему опыту тем более что у меня дома есть все условия к тому чтобы заниматься и не ходить в спортзал не ходить фитнес-центр я начал заниматься причем я занимался усиленно я занимался по пять раз в неделю рано утром с 5 утра до половины шестого два раза в неделю занимался в субботу и воскресенье как минимум по полтора часа плюс на работе во время обеденного перерыва когда наступил апрель я начал заниматься на ремнях отжимания на ремнях различные вот идет упражнение как называется холестеника здесь на работе допрыгался до того что в какой-то момент я встал перед дилеммой или мне нужно менять полностью весь гардероб потому что осенью когда я одел на себя свою теплую зимнюю куртку я понял что она стала на меня маленькая и не только эта куртка многие вещи рубашки свитера растягиваются рубашки другие куртки брюки елки-палки я понял что я в этом случае уже перебрал и вот когда я стал перед такой дилеммой или менять весь гардероб на что-то новое более обширных размеров или же остановиться и попытаться вернуться в ту форму спортивную в которой был раньше я решил он зайка побежал я решил все таки отдать предпочтение второй части этого вопроса то есть восстановить свою форму но как известно блин вес набрать легко а вот сбросить его тут нужно постараться за прошлый год я набрал веса ну килограмм 7 было где-то так получается я под конец года весил уже сто сто один сто сто один девяносто девять с половиной сто один вот так вот у меня варьировался вес и я просто-напросто решил начать восстановление по своим программам благо что опыт у меня составление спортивных программ по восстановлению спины по развитию гибкости эластичности тела достаточно и по этим моим программам занимаются люди не только мои знакомые к примеру здесь но и есть не буду называть имена но люди в москве в санкт-петербурге в других городах не только в россии но и на украине белоруссии в молдавии в казахстане люди занимаются и никто из них не жалуется наоборот все довольны так вот сейчас у вас на экране вот посмотрите я записал два примерных упражнения направленных на коррекцию фигуры в первую очередь то есть первые упражнения относятся к японской гимнастике тайзо которая является неотъемлемой составной частью айкидо упражнения для восстановления и укрепления дыхательной системы вы поднимаете руки перед собой делаете глубокий вдох разводите руки через стороны скрепляете их вот так вот перед животом впереди и выдыхаете причем выдыхаете немножечко сгибая тело вперед для того чтобы больше воздуха вышло из ваших легких вот это первое упражнение оно очень хорошо развивает дыхалку укрепляет мышцы брюшного пресса причем укрепляет так что это упражнение заменяет собой все вот эти вот скручивания подъемы наклоны тела или подъема ног и так далее все эти не я не скажу что они ненужные упражнения но она их заменяет вполне самодостаточно следующее упражнение это делается можно делать с гантельками можно делать без гантелек в данном случае у меня в руках гантели весом по 3 килограмма каждая делаем мы легкие полуприседания даже не полуприседания а как бы на треть приседа для чего это делается для того чтобы быстрее разогнать ваши калории по организму выработать энергию ну и конечно же укрепить ваши руки укрепить ваш плечевой пояс помимо всего прочего вы очень хорошо этим упражнением укрепляете опорно-двигательную систему и опять таки вы развиваете дыхалку это два примерных упражнения которые необходимо делать ежедневно для того чтобы ваша фигура ваше тело в первую очередь живот начали принимать более менее плоское состояние терять эти округлости и вы восстановите свое дыхание на сегодняшний день вот уже прошло не больше полутора месяцев с того момента как я начал заниматься по своей программе коррекции фигуры и с сбавления веса я скинул уже 5 килограмм это без применения каких-либо химических препаратов фармакологии вот этих типа раньше было какая-то фигня сжигатель жира с бромелайном там еще какая-то дрянь ничем таким я вообще не пользуюсь потому что реклама рекламой а последствия для организма могут быть отягчающими причем такими что организм уже никогда не восстановишь ребята все что вам различные супер мастера или фитнес тренеры советуют они советуют вам за деньги они предлагают вам свои программы по которым про по этим программам заниматься вы обязаны но помимо того что вы занимаетесь вы еще должны есть определенное количество белков и клетчатки углеводов и так далее все что я вам могу сказать просто вот действительно просто выбросьте из своего рациона два продукта сахар в любом его исполнении будь то сахар рафинад будь то конфеты сладости какие-то пряники еще что-нибудь и хлеб хлеб сведите на минимум то есть допустим чтобы у вас в день потребление хлеба сводилась ну скажем так ну грамм грамм максимум 100 хлеба то есть отказаться от всего мучного свести это до минимума и напрочь отказаться от сахара кто-то сейчас скажет как вы посмотрите на это придурка а как это отказаться от сахара а как же это что получается ничего не есть нет ребята есть вы можете тот необходимый состав необходимое количество фруктозы глюкозы которая нужна нашему организму мы получаем из овощей мы получаем из фруктов мы получаем из злаков которые мы потребляем в пищу а вот это вот белая фигня сахар рафинад сыпучий сахар и тому подобное или есть такой вот варенье из молока ну в смысле сгущенка это пожалуйста уберите и когда вы я понимаю это тяжело это тяжело но как говорится через тернии к звездам если вы пройдете хотя бы три недели выдержите три недели отказа от хлеба и от сахара вы сами заметите в себе изменения к лучшему те упражнения которые я вам показал сейчас вот они вот были это не идеал но это пример то есть в интернете опять же можно найти очень много различных упражнений способствующих коррекции фигуры способствующих развитию дыхалки укреплению вашего тела укреплению мышц брюшного пресса допустим или плечевого грудного отдела поясничного можно найти очень много различных упражнений я же вам показал парочку которые действительно помогают которые которые выполняю я и опять же я сейчас не останавливаюсь на этой цифре которая вот это число которое сейчас вот вам тут высвечивается я буду идти дальше и буду стараться довести свой вес до отметки в 90 килограмм и я этого добьюсь сегодняшнее видео будет стартовой точкой к тому моменту когда я сниму видео и в этом видео будет показано как я допустим вот я вот позавчера стал на весы у меня был 94 8 вес посмотрим сколько у меня согласно моим программам моей такой скажем так без сахарной и без хлебной диете смогу ли я прийти к тому весу который я хочу себе установить которому я хочу вернуться который у меня был почти 30 лет назад и посмотрим действительно ли моя программа но это первый пункт пункт 2 удержание веса на той цифре когда который вы дошли еще более сложный пункт чем сбросить ненужный вес в общем ребята следите за обновлениями у нас на канале если кто еще не подписан подписывайтесь потому что у нас очень много интересных материалов у нас разнообразная тематика у нас обширный контент можно сказать на любой вкус делитесь видео с друзьями жмите на колокольчик чтобы быть всегда в курсе обновлений у нас на канале и всем удачи следите будет дальше интересно всем пока